Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы играем с тобой в бейкере симулятор Музыка подходящая, очень расслабляющая началась И мы проверяем заказы и начинаем новый день, правильно? Правильно Смотрим, у нас с тобой большие заказы на 12 булочек для завтрака И 12 кукольных булочек Мы с тобой не пробовали пока еще их печь, поэтому скорее всего мы будем брать вот их Но знаешь, нужно как-то разнообразить все-таки, жизнь-то, жизнь-то надо разнообразить Пятерочку нажимаем, заказать все, есть, тить его, мать его, за ногу, как много всего Так, нажимаем на рецепт, он у нас с тобой отображается Пшеничная мука получается у нас с тобой, я постоянно забываю, где она находится Вот она, 600 граммулик Вот, 240 воды Так, так, да что такое-то Вот опять, ты видел? Она покраснела Хотя, в принципе, правильную, это, правильный Правильное количество налил Вот, опять за дурака держит Смотри, так, 200 40 Дрожжи, 24 20 Раз, два, три, четыре Сахара 12 Получается сахара 12 Кунжут, а откуда же я ку... А, ого Коко, а, коко, а мне не нужно, мне нужны мелкие яйца Ой, ил Кунжут, кунжут А где кунжут-то взять? А он точно должен быть у меня здесь? Вот он он, ёптвою мать А почему он вместе с солью, с перцем состоит с этим, с сахаром? Странная история, 36 грамм Всё Странно Тоже, я же вроде 30 набил, нет? 31 должен был быть Вообще, ничего не понимаю Так, это всё кладём в миксер Ну, тут стандартная процедура Всё это месим И после этого наверняка суём это всё делом на доску Которая у нас с тобой разделочная Формовочная И там уже будем превращать это всё в кукольные булочки Тихо, остановись Верно я говорю, или неверно? Так, где мне там? Рецепт Кукольный хлеб У меня же кукольный хлеб Не, кукольная булочка Ёптвоя, что такое кукольная булочка? Что это такое вообще? Кукольная булочка На формовочную доску И сформировать тесто в ходе В ходе круглые булочки Короче, давай попробуем с тобой использовать вот эту вот машину Как ей пользоваться? Непонятно Куда чё закладывать? Тоже непонятно Чего? А чё, пиццу что ли делать? Ну выглядит как будто бы да Скорее всего да Это, наверное, это не то Давай по старинке По старинке всяко быстрее будет Так, булочки мне нужны Булочки, булочки Вот они булочки Опа Почти идеально Вот это прям вообще практически Вот это прям тоже практически Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Вот Хреноватенько, но всё же Блин, да здесь опупеешь 12 штук надо совместить Ты представляешь? С каждым разом всё больше и больше Если так всё будет продолжаться Продолжаться Мы скоро будем вообще На столовой И какие-то работать Ну реально прям такие Знаешь Школьные Типа Там будет 250 булок В заказах Не знаю Там 10 пицц 20 Чашек какавы И всякая такая вот Чушь Не туда Тихо Вот всё правильно А тут всё в почасовой стрелке же ведь Мотается Чё я туплю-то Ну, крутись 12 кукольных булочек На противень Столько, по-моему, не влезет Хер, гад, да, говорит А чё А чё поближе не положить? Ну, дурила ты У меня ещё наушник выпадет Оп Не выпадет Если вовремя его поправить Ничего не выпадет Как за этим уследить? Какой кошмар А если я открываю Ничего не жарится, что ли? Это, типа, не так работает Вообще, мне кажется, в жизни Абсолютно не так То есть можно дожидаться Открывать Дверцу И всё И всё И как будто бы ни в чём не бывало Я понял И ничего не жарится Да? Да Трык 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 Поехали Очень далеко Светофора Я понял Остался Остался Классный проспект Куриных Если ты Трык И говоришь, что Еда Это не главное В жизни Я тебе Плюну в лицо Потому что Это Всё Неправда И Тебе стоит Пересмотреть Свои взгляды На жизнь И Убедиться Так Скажем В том Что Я прав Как говорил Великий Юрий Есть два мнения Моё И то Которое я нахую вертел Потому что Неправильное Вот и всё И И Да И вообще Иди поешь Вот Поешь И успокойся На самом деле Ты когда ешь У тебя Наступает Такой момент Умир Ой Умиротворение Ты Сидишь Пережевываешь Пищу Думаешь О О чём-то Таком Спокойном Вот птички Например Поют Они Не поют Нихера Это ж не какая-то ночная птица Это Синички какие-то Чирикают Так вот Еда это здорово Короче Ты понял Да Ну вот Пока мы С тобой разговаривали О еде Вот И приблизились К Пончиковой И соответственно Сейчас Доставим заказ Будем выполнять Следующий Так Доставить Отлично Далее Вот тебе гляди Восьмой уровень Подоспел Промышленный стеллаж Новое рабочее место Назад пекарню Да Да-да Ну мы с тобой Нифига-то Бутылки пополняются Так Заказать всё Купить Продолжить Четыре фермерских батона Треугольная булка Самое дорогое Вот это И мы Будем выполнять Самое дорогое Я понимаю Что фермерский батон И треугольных булок Мы с тобой Ни разу не делали Но Забудь мои слова Которые я говорил В самом начале Что нужно делать Разнообразие Нет Мы будем делать То Что больше денег Нам принесёт Соответственно Это будет Пятиминутная пекарня Пять кукольных хлебов Это мне кажется Не так сложно И это мне кажется Нихуя себе Два Две с половиной килограмма Муки Пшеничной Хочу заметить Ага Офигеть Раз Два Три Четыре Пять Литр воды Раз Два Молоко Пятьсот Соль Тридцать Пять Да что ты будешь делать Чё ты желтым Сокрасишься Раз Два Три Четыре Пять Дрожжей Это кунжут Во дрожжи Раз Два Три Четыре Пять Шесть И кунжута Сто Да Ошалели что Всё Что я делал Кладу Вот сюда Вот я кладу Сюда И начинаю замешивать Ну потому что я могу У меня всё таки есть такое улучшение Я могу нажимать на кнопку Оно работает быстрее Чуточку Непонятно почему Оно всегда так работать не может Видите Оно перегревается Кряхтит Пердит Мне кажется Он сломается очень скоро Тебе так не кажется? Мне кажется Всё Намешали Так Теперь мы Всё это дело берём Кукольный хлеб Идеальная форма Формовочная доска Чтоб сформировать Тесто в ходе Батон Или Используйте Имеющиеся у вас Машины Вот это Тестоотделитель Формовщик Это Формовщик А какую форму Нужно Сделать-то Типа Ну Улучшить объект А для деления Тестный квадрат Треугольники Круги Не Мне такое не надо Мне надо вот это Да 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 Нет Подожди Формовочная доска И круглый хлеб Всё понял Круглый хлеб Ну-ка Батоны Круглый Круглый хлеб Будем сейчас нарезать Круглый хлеб Потом отвезём Всё это дело В пекарню Потому что можем Оп А здесь не по часовой Нужно-то гляди А чуть не обманулся Чуть не обманулся Ну Блин Вот это я сейчас сделал Ну и ну Ну и ну Не сюда Какая сложная игра Столько загадок Столько загадок Ну Труньк Тянись Да Так у меня конь А Хотел сказать У меня же кончились Куски теста С правой стороны Но нет У меня же Ещё один На разделочной доске Находится Так Так а теперь На противень Отличный Хоть их помещаются Хоть они все поместились На доске На противне У нас с тобой Ещё один квест Впереди То есть вот этот И следующий квест Мы с тобой Вот так вот Потихонечку Идём вперёд Ненадоедливыми шагами Чтобы Успевать Чтобы чтобы все вроде и двигалось, и чтобы все вроде как бы маффины. Давай купим маффины. Конечно, не жалко, я человек простой. Опа, а что это такое у нас? Тыща! Я бы мог, кстати, вот купить улучшение, да. Ну, придется подождать, получается, теперь. Ну, смотри, я сейчас получу около 200. Или сколько я сейчас получу-то за заказ? Или 300 я получу за заказ? Тут не важно особо. Я сейчас не до 1000 нужно накопить, купить улучшение второго уровня. Вот это вот доступное улучшение, написано же было. Вот, и, собственно, положить. И, собственно, все. И мы с тобой улучшим и поедем, и закончим серию. Почему? Потому что, да, угу. Я водички попью. Кхм. Мда. Самое хорошее в этом во всем, это то, что мне проехать нужно всего одну улицу. А, это показывается, наверное, все-таки, куда мне нужно. Только для чего мне это показывается, если это есть на карте, и я отмечу на зеленом у въезда. Непонятно. Все, а, 270. Блин, чуть-чуть мне не хватит. Хлебопекарная печь. Турборежим. И маффин с сюрпризом. Изюм добавили. Вот радость-то. Чего? Ёлки-палки, ты гляди. Тут надо, короче, доставлять в одну пекарню, чтобы он мне уровень прокачивал. У самой пекарни еще. Фу, как работает-то это все. Ёшкинку. Как все сложно. Я бегать могу теперь? По пекарне бегать могу, ты представляешь? Круто же. Косарят у меня нет, 13 долларов не хватает. Продолжить. Ну, соответственно, вот сюда мы и пойдем. 24 маффин с сюрприза. Пошалеть. 24. А, я не купил же ведь все, что мне было нужно. Заказать все. Муки 600 грамм. Пшеничный. А у меня столько нету. И нужно будет подождать. Как обидно, как обидно. Сахар 48. Как так получилось, если я за два нажатия 20 граммами умудрился пересыпать? Непонятно. 240 молока. Оливкового масла. 120. Раз, два, три, четыре. Во, видишь? Как так получается? Вообще ничего не понял. Так, яйцо. 120 миллилитров. А яйца-то откуда взять? 45 миллилитров. Чего? 45, 45, 90. А-а-а. Чего? Че это такое? Во как. Ёшкин кот. Это прям очень сложная игра. Так, изюм 120 грамм. Изюм. Изюм. Раз, два. Раз, два. Три. Четыре, пять, шесть. Получается. Дрожжи 48. Дрожжи 48. Дрожжи 48. Раз, два. Ага. Осталось минут подождать просто, пока... А, все это... А-а-а. Приедет обратно. Ну, точнее, сюда вот приедет пшеничная мука. Потому что... Хотя... Экспресс доста... Хотя... Хотя два доллара. Ебать мать, че такое? Все. Так, и получается, че? 600 грамм муки. 600 грамм муки. Вот и вся история. Так, так, так. Смотрим. Нормальный рецепт. С сюрпризом. Вот этот кекс с сюрпризом. Соберите ныны, сложите все в миксер, вымешивайте. Нужно поместить форму для маффинов. И все это... Да. Понял. Все. Все. Вопросов нет. Месим. Самое главное месить. Меситься здесь очень быстро, просто и хорошо. Все. Теперь это все дело берем. Мне нужны их 24. Получается, 4 штуки, что ли, нужно? Ну, по математике, да. А так, хуйос на это вообще. Чего? Че такое-то? Эй! Непонятно, ни хрена, подожди-ка. Чего? Это что я сейчас делаю, блядь? Скажите мне, пожалуйста. Я как будто что-то понимаю, сейчас. Чего серьезно? Нет, мне в каждую надо заливать. Это что за извращение? Скажите мне, пожалуйста. Что это такое? Кошмар. Это прям надо... Стараться. Попасть по всему, поэтому. Да, вот. Уйди. Все. Намесил. Чего, 3, что ли, помещается? Ну и ну. Так. Так. Ну и пошло-поехало, получается. Горит 0%. Горит. Нифига, они там пошли жариться быстро как. 10 секунд 30%. Нет, 35 даже. Это получается что? Это получается 30 секунд. Жариться ты им. Всего-навсего. Горит 2%. Температура 180. Мать его за ногу. Да и срать на нее. Срать на эту температуру. Пожарился самое главное. Сгорел 2%, 3%. Ничего страшного в этом нет. Я понял для чего... Эй. Я понял для чего здесь нужна кнопка сбросить все. Потому что здесь каждый этот пирожок выдавливать в ящик для доставки. Это просто ужас. Направляться в город. Кошмар. Блин. Пить и... Ух, блин. Ну и ну. Кто бы мог подумать, что это так сложно. А ехать ты мне куда? Далеко, да? Далеко? Не знаешь? Я тоже не помню. Я не помню, куда надо ехать. А, ну в наше любимое с тобой место. И постоянно жить перекрыто дорогой. Елки-палки. Что это за город такой, в котором дороги постоянно перекрываются? Я не понимаю, как так работает. У нас еще 4 минуты. Так, не-не-не-не, стоять. Чуть не врезался у меня, ты представляешь? Ты представляешь? Он в меня чуть не врезался. Это где такое видано вообще? Чтобы в меня можно было врезаться. Я еду, еду доставляю. Опять же. Вернемся к нашему с тобой разговору. Еда это самое главное в нашей жизни. Соответственно, подрезать, блядь, человека, который везет тебе еду? Как минимум. Все, блядь, без колес останешься. У меня собака такая. Подрезать человека, который везет еду тебе? Да даже не тебе, без разницы кому. Ну, можно сказать, он жизнь спасает. Это вообще не круто. Тебя должны за это ударить. Если ты подрезал человек, который вез еду. Это как минимум некрасиво. А с другой стороны, ты просто... Это как вот в этом, ну как его сказать. Как скорой помощи дорогу не уступить. Серьезно. Ну, блин, вот. Ни стыда, ни совести. Прежде чем подрезать доставщика еды... 150 миллионов раз подумай. Потому что это может привести к необратимым последствиям. Человек может при смерти лежать уже, с голоду умирать. Ему везут крылышки куриные. Пожаренные, вкусные, запеченные. Там, не знаю, какие-то соусы вкусные. Там с салатиками. Со всем чем только можно. С супчиком вкусным. А ты его подрезаешь. Человек опаздывает. Соответственно, тот человек вообще ни сном, ни духом. Он умирает от голода. Просто умирает и все. Он не дожидается. 441 доллар. Понятно, за это можно было потрудиться. Десятый уровень. Вуаля. Осталась еще одна эта штучка. А потом еще одна штучка. Хренако. И у нас будет особый стиль. Вот. На этом мы с тобой заканчиваем. Сейчас мы купим с тобой вторую вот эту вот кераборину. Которую, во-первых, закажем все. Чтобы потом это не ждать. А теперь вот это купим. А для дальнейшего развития нужно новое рабочее место. Оно будет гораздо более просторным. И вы сможете купить более профессиональное оборудование. Следующий день начнется в новом месте. Купить. И давай посмотрим, что там с новым днем. Продолжить. А мы завтра с тобой и глянем. Точнее не завтра, а в следующий день. А в следующий день, а в следующем видео. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, обязательно пиши лайки. Увидимся в других сериях этой чудесной игры. В других видосиках. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok